Начнём со слайда, который был последним в первой лекции, просто ради напоминания. Это требование к объекту исследования для определения структуры белков и вообще биомолекул методом ЕМР. Повторять я его не буду, это просто некое напоминание. В общем, мы можем исследовать уже довольно большие белки. И в конце этой лекции я покажу примеры действительно очень крупных белков, которые можно исследовать с помощью спетроскопии ЕМР. И напоминание, что должна быть довольно высокая концентрация из-за низкой чувствительности, высокая стабильность, требуется высокий уровень экспрессии, потому что белка нужно много и так далее. Так вот, каким образом мы получаем объекты исследований? Есть два ключевых способа. Первый, пожалуй, доминирующий был подход до недавнего времени, и может быть даже и сейчас ещё пока, это биосинтез смечного белка в культурах клеток. Наверное, это всё должно быть вам знакомо, поскольку вы подобные эксперименты делаете. Но отличие от стандартного клонирования белка, который многие из вас выполняют, отличие заключается в том, что используются минимальные среда. То бишь источник азота, это совершенно какой-то один, это, как правило, сульфат аммония или хлорид аммония, меченный, соответственно, обогащённым изотопом Н15. И если мы получаем обогащённое по углероду, значит, источник углерода у нас тоже должен быть какой-то один, это, как правило, глюкоза или глицерин, что-то подобное. И, соответственно, вот эта глюкоза, она также обогащённая стабильным изотопом С13 уже почти до 100%. Всё остальное более-менее, так сказать, стандартно выращивается культура клеток, в которой, так сказать, встроена плазмида, которая, соответственно, несёт ген требуемого белка после того, как наработано некое количество белка, лизис клеток и выделение. Как правило, используют различные таги, тот же гистидиновый таг и так далее. Но в последнее время всё большая популярность набирает метод бесклеточного синтеза, когда делают немножко иначе, когда делают экстракт тех биомолекул, которые требуются для бесклеточного синтеза, соответственно, после лизиса их экстрагируют. И дальше в довольно простых условиях, как правило, это в условиях диализа или какие-то мини-приборчики для этого используют, происходит биосинтез в пробирке. Для этого мы добавляем весь пул требуемых аминокислот, все, например, 20 аминокислот. Если нужно меченых, мы добавляем 20 меченых аминокислот. Соответственно, мы получаем ровно то, что мы добавили. И вот чуть позже, опять же, в конце лекции мы увидим, какие возможности получаются применением метод бесклеточного синтеза. Значит, вот, собственно, на этом мы закончим, пожалуй, всё, что касаемо ЕМР белков. И немного, несколько слайдов у меня есть по тому, как можно с помощью ЕМР исследовать нуклеиновые кислоты. В общем, тоже биомолекулы, тоже регулярные биополимеры. В отличие от белков, тут не 20 различных кирпичиков, из которых построены все, так сказать, структуры различные, а там 4. Но, тем не менее, есть и там определенные проблемы и, так сказать, подходы для их решения. Значит, ну вот, фрагмент цепи ДНК, если мы рассматриваем именно дезоксирибонуклеиновые кислоты, рибозный цикл, соответственно, связи, так сказать, с фосфатами, и гетероцикл, который, так сказать, куриновый или перимединовый, в зависимости от того, какое основание у нас. Соответственно, есть, ну, прежде всего, два, так сказать, важных конформационных состояния, син-анти, при этом это вот вращение вокруг этого угла. Для син-конформации вот этот протон оказывается очень сближен вот с этим протоном, это можно детектировать в спектрах. Ну, и анти-конформация, как правило, наиболее распространенная. Можно это все также измерять с помощью различных констант смеси-пинного взаимодействия, которые здесь можно измерять в нуклеиновых кислотах, как правило, правда, меченых, но так или иначе, это одно состояние конформационное. Второе, то, что может меняться, это состояние конформации рибозного цикла. Ну, вот два ключевых, так сказать, north-type и south-type, две конформации. Видно, что, например, в одном случае у нас сближены вот эти вот протоны в третьем и четвертом положении, в другом они находятся в трансрасположении. Значит, тут константа между ними через три-связь будет большая, здесь она будет маленькая, но здесь будет маленькое расстояние, значит, большой эффект Аверхаузера. В общем, точно так же можно это все дифференцировать. Значит, ну, на самом деле, конформационных состояний рибозного цикла может быть больше, чем вот этих два, и все они описываются таким циклом псевдовращения рибозного цикла, как выходит из плоскости каждый из этих фрагментов углеродного остова рибозного цикла. Есть некие формулы, которые связывают вот этот угол псевдовращения с реальными диэдральными углами, которые, так сказать, можно описать состояние рибозного цикла. Значит, с этими параметрами тесно связаны наблюдаемые константы смесь-пиаза, спинного взаимодействия, которые можно в спектрах наблюдать, вот этот вот самый угол псевдовращения, и как меняются различные константы спинного взаимодействия, которые можно детектировать в спектрах EMR ДНК. Значит, таким образом, вот эта вся информация, она довольно, так сказать, большой пласт структурных данных нам приносит. Значит, ну, каким образом мы исследуем с помощью EMR нуклеиновые кислоты? Ну, первое, что мы делаем, как правило, измеряется простой одномерный спектр в H2O, когда можно детектировать не только сигналы от CH, от протонов, связанных с углеродом, но и протоны иминные. По положениям, вот этих характеристичным положениям в областях, можно увидеть области Оцен-Криксовских, диапазон химических двигов иминных протонов Оцен-Криксовского двойной спирали, джек-вадруплексы в районе 11 ппм миллионных долей, значит, i-motive, который, так сказать, еще более далекой, под 15 ппм области. И в каком-то реальном спектре мы можем сказать, что у нас есть область, есть фрагмент джек-вадруплексный, есть i-motive, есть дуплекс. То есть мы грубо можем оценить, пока еще не знаю, где конкретно. Чтобы это сделать, уже, так сказать, отнесение, сделать конкретное какое-то исследование, значит, нам нужно сделать ряд работ. Вот первое, что мы сделали, сделали этот спектр с детектированием минных протонов. Далее мы делаем эксперименты НОЗИ, то есть измеряем ядерный эффект Аверхаузера опять же в H2O, а потом переводим все это в D2O, чтобы минимизировать, так сказать, все посторонние сигналы и максимально увеличить чувствительность CH протонов. И измеряем в спектрах в тяжелой воде, в D2O, спектры НОЗИ, КОЗИ, C13-HHSQC на естественном содержании без обогащения, потому что метить с ДНК, это, в общем, история не очень, так сказать, легкая и дешевая. Можно также измерять спектр гетероядерной корреляции фосфора, поскольку фосфор здесь, в общем, во всей цепи, так сказать, присутствует. Константы через три связи позволяют соответствующие спектры измерять. Что получаем мы в итоге? Здесь показаны разные структуры, просто то, что я проскочил. Вот здесь показан спектр C13-HHSQC на естественном содержании фрагмента ДНК. Это фрагмент где-то 30-31 нуклеиновый остаток. Значит, области, характеристичные для фрагментов в CH во втором положении, два штрих рибозного фрагмента, значит, тимединовые CH3-группы, которые, на самом деле, выше, здесь вот это вот свёрнутое, потому что сократили как бы область по углероду. Здесь углеродный резонанс, здесь протонный резонанс. Значит, область 5 штрих протонов, 3 штрих, 1 штрих, 4 штрих и ароматика, так сказать, перемединовая. Значит, можно то же самое сделать пуриновую, так сказать, ароматику. Она сигналит вот в этой области. Это, на самом деле, тоже свёрнутые резонансы от пуриновых оснований, которые, так сказать, просто имеют химизик в районе 120-150 миллионных долей. Значит, ну, если мы посмотрим повнимательнее, например, на вот эту вот область, видно, как вот пары вот этих вот протонов, два резонанса, с одним углеродом связаны. Вот это вот как раз CH2-группа. Значит, какую-то информацию уже это несёт. Ну, конечно, пока ещё отнесение, так сказать, на основании этого спектра сделать невозможно, хотя вот тут оно есть, но это уже как бы постфактум. Каким образом мы делаем это отнесение? Значит, тут приблизительно такой же подход, как было всё в белках. То есть нужно сделать такое последовательное отнесение. Значит, последовательное отнесение, в отличие, так сказать, от белков, где у нас в основе информации связующим таким кирпичиком является амидный протон. Он, с одной стороны, близок ко всем протонам внутри данного аминксотного остатка и в спектрах козии и токсии, так сказать, они просто связаны. За счёт корреляции. И плюс он в наш, так сказать, с предыдущим аминксотным остатком тоже близок. Вот здесь для таких целей используют ароматические протоны CH. Они, с одной стороны, близки к основным вот этим вот протонам ревозного цикла. Второй момент. Они хорошо отстоят вообще от всего, что ни было, потому что имеют, так сказать, в ароматике сигналы там в районе 7-8 миллионов долей. Значит, и в то же время можно наблюдать кросс-пики между вот этими вот протонами ароматическими и того остатка с и минус первым ревозным фрагментом. И таким образом последовательно сочленять вот эту пару, а потом используя следующий наш следующий и так далее, вот по цепочке идти. Значит, на самом деле вот это всё будет прекрасно работать. Вот пример такого последовательного отнесения. Здесь вот показан, как вот можно по цепочке, так сказать, сочленить резонансы С4 с Т5, значит, Т5 с Т6 и так далее. Вот здесь у нас один штрих, только лишь один штрих протона здесь указан. А тут вот это вот ароматические протоны. Т6 с Т7, Т8 и так далее. Значит, вот это всё великолепно работает до той поры, пока у нас все конформации являются анти. Тогда у нас вот этот вот протон дотягивается до предыдущего ревозного цикла. Если мы развернём на 180 градусов вот этот вот остаток, то вот это вот всё теряется, и последовательное отнесение становится невозможным. Значит, ну вот, собственно, рабочие некие спектры, каким образом это мы всё делаем. Здесь область 1 штрих, 2 штрих в двухквантовом козе. Вот это вот корреляция через одну константу, через три связи всего-навсего, между первым и вторым остатками протонами. И здесь вот совершенно та же область, но область нозе спектра, когда у нас по вот этой вот оси ароматика. То есть это в восьмом положении гуанина, в восьмом положении аденина, соответственно, в шестом положении пуриновых оснований какие-то ароматические остатки, которые дают кросс-пики. И вот анализируя вот эти два спектра, соотнося друг с дружкой, можно сделать последовательное отнесение, о котором я говорил. Работа такая кропотливая, но, в общем-то, она вполне, так сказать, возможна. Значит, ну, если у нас есть средства и возможности сделать изотопное мечение, тут становится всё гораздо, так сказать, проще. Значит, если мы, например, пометили азотом N15, это уже, так сказать, появляются хорошие возможности. Вот, например, спектр двумерный HCN, значит, C в скобочках, значит, мы его не наблюдаем, а через него передаём на магничность между протоном и азотом. Соответственно, связи здесь показаны, какие. Вот мы наблюдаем корреляцию между этим протоном и азотом, и между этим азотом и этим протоном. Один штрих и, в данном случае, восемь штрих. Причём это совершенно однозначно, никаких предположений по геометрии, ни о чём. Значит, и это работает и для осины, и для анти, здесь всё будет замечательно. Значит, ну, конечно, всё равно нам потребуется потом их сочленить. То есть всё равно либо нозе, либо, так сказать, нужно добавлять в мечене ещё изотопы углеродные. Значит, ну, соответственно, если мы добавили изотопы углеродные, тут появляется возможность строгого отнесения просто по цепи, вообще ни на чём не предполагая никаких структурных возможностей. Значит, у нас углероды находятся и в рибозном цикле, и в основании, в гетерароматическом. И мы можем сочленять вот это вот всё, последовательно используя ещё корреляцию на фосфор. Значит, поскольку константа здесь довольно, так сказать, значимая, через две, через три связи, и таким образом это будет тем самым связующим звеном, которое связывает и минус первый, и этот остаток. Соответственно, есть целый ряд различных экспериментов, которые позволяют вот это всё, так сказать, делать. Это, в общем, аналог тех трёхмерных экспериментов, о которых я говорил, когда мы обсуждали белки. Значит, в принципе, подходы, в общем, похожие. Структурное разнообразие ДНК, оно всё-таки гораздо более ограниченное. Структурное разнообразие РНК гораздо более большое, и РНК изучают. Значит, РНК, впрочем, можно метить гораздо проще, можно просто делать экспрессию, соответствующую, так сказать, ну, точнее, так сказать, так скажем, транскрипцию в меченых в культуре клеток, так сказать, с затопным обогащением, и таким образом получать образцы РНК. Значит, ну, работаете, так сказать, исследуется, и если вы посмотрите на базу данных ПДБ, то количество структур ДНК и РНК, как правило, наибольшие именно сделаны методом ЕМР, потому что далеко не все они получаются закристаллизовать, а для ЕМР это не требуется. Значит, ну, на этом мы как бы вот весь пласт информации, касаемый структурных приложений метода ЕМР, закончим. Значит, второй блок, который, конечно же, мы потратим гораздо меньшее время, но я не могу о нем не сказать, это получение информации о динамике. Это тоже очень важный, так сказать, аспект, и динамические свойства, они крайне вообще важны для функционирования биомолекул, для катализа. Значит, и вот тут я могу сказать следующее, что метод ЕМР, это является единственным физическим методом определения динамических свойств биомолекул с разрешением отдельных атомов. Вот другого, так сказать, метода вы просто не найдете. Есть прекрасные альтернативы, есть, значит, ИКД, есть комбинационное рассеяние света, много всего есть. Они смотрят на все, так сказать, целиком, как бы. Вот она биомолекула как такова. Есть какие-то характеристические движения, там они меняются от одной молекулы к другой, но все равно эти методы не скажут, что вот именно эта связь колеблется с такой частотой, а эта вот с другой частотой. Мы с помощью ЕМР можем это делать. Значит, какие подходы и какие вообще возможности, и во временной шкале, так сказать, как это все выглядит. Значит, сверху вот на этом слайде показаны те динамические процессы, которые так или иначе ассоциированы с движениями в биомолекулах. Ну, например, какие-то локальные быстрые флуктуации, вращение боковых цепей, применение кислотных остатков, если про белок идет речь. Значит, протеинтамлинг – это вот та самая скорость вращения белковой глобулы в растворе, с которой она, так сказать, перемещается. Это, как правило, в районе там наносекунд, десятков наносекунд. Значит, дальше диапазон мили-микросекунды – это каталис, фолдинг-анфолдинг белка, связывание легандов. Ну и уже более медленные процессы – это процессы высокоамплитудного раскрытия и закрытия белковой глобулы, которые могут протекать от минут до часов. Это какие-то химические процессы, тот же самый, опять же, каталис, только когда мы наблюдаем уже на субстрате, как он там меняется, накапливается, продукт и так далее. Значит, и вот, в принципе, почти все диапазоны, так сказать, вот этих временных и частотных процессов покрываются разными экспериментами ИМР. Ну, например, вот эти вот фрагменты от наносекунд до пикосекунд, и область миллисекундных движений покрываются путём измерения времён релаксации. Об этом я сейчас немножко расскажу. Например, очень медленные процессы – это реал-тайм ИМР, то есть наблюдение, так сказать, изменение интенсивности во времени. То есть, вот, например, обмен протонов на дейтерии в реальном времени – это вот, так сказать, возможности, которые для медленных процессов. Область мили, микросекунд, секунд, анализ формы линии, опять же, так сказать, из спектра ИМР. Область микросекунд когда-то была просто запретной, но сейчас появились возможности, основанные на анализе остаточных констант диполь-дипольного взаимодействия, то, о чём я в прошлой лекции рассказывал, когда мы делаем измерения в анизотропных средах. Соответственно, и если удастся накопить хороший набор экспериментальных данных, то мы можем, так сказать, получить информацию и об этой запретной области. Значит, ну вот, пожалуй, наиболее таким простым и информативным подходом является измерение времён релаксации и анализ их. Значит, немножко, так сказать, скажу, что такое время релаксации, хотя, в общем-то, на самом деле вы что-то должны знать об этом. Значит, время релаксации — это время возврата намагничности от состояния, которое, так сказать, соответствует неравноместному, после того, как приложен импульс магнитного поля, и сигнал выведен из состояния равновесия, равновесие — это вот по оси Z, когда, так сказать, вся намагничность идёт по магнитному полю. Мы её вывели из состояния равновесия, и после этого она возвращается, так сказать, с какой-то скоростью обратно вот в это вот состояние равновесия. Причём скорость тут могло быть две. Скорость возврата намагничности в плоскости XY — это время поперечной, или называется спин-спиновой релаксацией, и скорость возврата по оси Z. Ну, например, вот если вы посмотрите сюда и вот сюда, вот тут очень быстро релаксирует в плоскости XY, а возвращается, например, по оси Z с такой же скоростью, как здесь. Ну, просто разные процессы, здесь, так сказать, с разной скоростью на магнете возвращается, так сказать, к нулю в плоскости XY и к равновесному состоянию по оси Z. Всё это описывается знаменитым уравнением Блохо, который ещё в 50-х годах, так сказать, всё это, все эти процессы описывают. Значит, ну, это кинетические уравнения. Но нас интересует не кинетика вот этого всего процесса, а, так сказать, анализ, как это всё можно детектировать и как это связать с молекулярными движениями. Так вот, значит, ну, для простоты я скажу такие вот два важных положения. Вот эта вот скорость продольной релаксации, она обусловлена осцилляцией магнитного поля в поперечной плоскости XY, а вот поперечная релаксация напротив обусловлена осцилляцией или неоднородности магнитного поля вот в этом самом направлении Z, там, куда направлено магнитное поле, так сказать, основное. Соответственно, вот эта осцилляция, она может представлена быть во времени, если мы посмотрим, вот следующим образом. То есть как-то она увеличивается, уменьшается, всё это, флуктуации, почему они возникают, мы об этом сейчас поговорим. Значит, ну, нам нужно как-то всё это описать. Значит, вот это всё можно описать, вот эту магнитуду, это осцилляция с помощью функции автокорреляции, которая соответствует, так сказать, основанной на сравнении величин в некий момент времени T, и в момент времени T плюс Тау, и мы можем варьировать вот это Тау, так сказать, от нуля до какой-то величины, и вот эта вот, соответственно, функция, она будет нам описывать, как это всё меняется. Для простой изотропной частицы, которая вращается, вот эта вот функция, очень легко аналитически её представить, это 1,5-е Тау на Тау-Ц, где Тау-Ц время корреляции вот этого вот вращательного движения. Значит, ну, вращательное движение, напомню, что это такое, вот, скажем, это вот движение, вот это белковые глобулы, если мы представили его шариком, то это вот то самое время, за которое она на, так сказать, пир и диан развернётся, и связывается эта величина, так сказать, описывается уравнением Стокса-Эйнштейна, если вы помните, как это, так сказать, белковые глобулы вращаются, значит, здесь вязкость раствора радиус молекулы, от радиуса можно перейти к молекулярной массе, и эта формула, на самом деле, так сказать, очень часто используется. Соответственно, если кроме вот этого движения, которое, ну, шариком, так сказать, представим себе белок, существуют какие-то дополнительные локальные флуктуации, ну, например, возьмём какую-нибудь связь и наш, и вот она флуктуирует сама по себе с какой-то относительно независимостью от движения всей белковой глобулы. Вот тогда вот эта функция автокорреляции становится чуть более сложной, вводится параметр порядка, параметр порядка о чём говорит? Что если у нас параметр порядка равен единице, значит, вот эта вот связь жёсткая, и никаких внутренних движений нет. Если параметр порядка равен нулю, тогда у нас напротив движение вот это вот локальное, оно вообще никак не зависит от переворота белковой глобулы. Ну, это некоторая математика, просто чтобы потом был чуть-чуть яснее какие-то другие, так сказать, данные формулы. Значит, теперь откуда флуктуации возникают? Флуктуации возникают от, во-первых, диполь-дипольной взаимодействия, когда у нас наводят одно ядро магнитное поле на другом, и вот эта величина наведения, она будет совсем разной, когда у нас вот эта пара ориентирована вот таким образом и вот таким образом. Но если мы просто внимательно посмотрим на силовые линии, мы увидим, тут по-разному складывается, вычитается вот это вот локальное магнитное поле с внешним, которое, так сказать, стабильное, постоянное магнитное поле магнита. Вот, соответственно, вот это всё можно представить некой формулой, так сказать, как зависит от этих углов между вот этой парой атомов. Значит, второй механизм наведения флуктуации, это анизотропия химического сдвига. Ну, простейший пример, если возьмём какое-нибудь, скажем, колечко-бензольное кольцо или, например, карбонильную группу, значит, у нас за счёт тока пиэлектронов наводится локальное магнитное поле. Об этом мы уже говорили на первой лекции. Так вот, опять же, вот это вот локальное магнитное поле будет по-разному складываться и вычитаться с внешним магнитным полем, в зависимости от того, какая ориентация вот этого вот колечка относительно внешнего магнитного поля. Соответственно, можно описать вот этот вклад от анизотропии химического сдвига соответствующим образом. Таких, значит, механизм, так сказать, включают и разные другие вещи, как номероскалярная, спинфиновая, квадрупольная и так далее. Но на самом деле вот эти два, они наиболее важны. Вот, как правило, считают, что вот они описывают там 95-98% точности, так сказать, все релаксационные характеристики. Вот если только их мы возьмём, то дальше можно просто аналитически получить формулы, которые связывают вот эти скорости релаксации, скорости, значит, продольной, спинно-решёточной и поперечной, R1 и R2, соответственно, с, значит, так называемой функцией спектральной плотности. А функция спектральной плотности, это, так сказать, функция, которая пришла вот от той функции автокорреляции, о которой исходно мы говорили. Соответственно, если там, так сказать, были времена, у нас здесь в данном случае частоты. Значит, ну и, соответственно, вот всё это как бы можно легко посчитать, только остаётся, так сказать, вопрос, как нам, вот, собственно, посчитать вот эти вот функции спектральной плотности. Значит, мы не можем это сделать для молекулы, если не дадим какое-то, так сказать, приближение, какую-то модель. Мы можем дать, например, модель, вот это вот называется липария забу, это та самая модель, когда у нас белок рассматривается в виде сферической глобулы, и каждая связь и наш может какую-то ещё внутреннюю свободу иметь. То, о чём я рассказывал раньше. Тогда вот функция, так сказать, спектральной плотности описывается вот таким образом, где тот самый параметр порядка, о котором я только что упомянул. Тут можно это усложнять, усложнять там до бесконечности, когда могут быть там два разных типа с разными частотами, так сказать, когда у нас может быть анизотропия вращения, когда в разных плоскостях они по-разному вращаются. На самом деле мы сейчас углубляться в такие подробности не будем, но даже вот в самом простом вот в этом виде мы получили, наконец, формулу, которая связывает фактически вычисляемые наши значения. Ну, то есть их можем полностью аналитически вычислить. В то же время мы их можем померить. Вот здесь вот показаны для реальной белковой молекулы измерения при двух частотах, 500-600 МГц, значит, вот этих вот скоростей релаксации продольной, поперечной. Ну, добавляем для анализа ещё ядерный эффект Аверхаузера между ядрами N15 и H1. Тоже, так сказать, очень полезная, дающая комплементарную информацию, так сказать, величина. Вот если мы это всё проанализировали и сравнили с этими расчётными параметрами для различных моделей, то мы дальше можем получить относительно амплитуды движения белковой цепи вот в этих вот быстрых временах, от пика до наносекунд, с какой скоростью, так сказать, движутся. И вот видно, что, скажем, бета-остов вот этого белка, бета-листовой, он практически жёсткий, а вот какие-то петли, видите, имеют высокую амплитуду. Вот это вот получено из анализа, так сказать, экспериментальных данных времён релаксации. Значит, ну, это то, что касается очень быстрых движений. Если мы, например, почему мы, так сказать, упираемся вот в эти пика наносекунды? Потому что мы можем увидеть и рассчитать вот это всё до того времени, с которым белок вращается, так сказать, в пространстве, в растворе, вот это вот время корреляции его движения. Всё, что быстрее можно отсюда рассчитать, всё, что медленнее маскируется вот этим вот движением. Оно доминирует фактически. Всё, вот оно отсекает дальше временной диапазон. Всё остальное нужно как-то по-другому делать. Значит, ну вот как по-другому? В миллисекундной шкале времени можно по ширинам оценить скорость конформационных переходов из одного состояния в другое. Вот, например, у нас есть состояние одно, состояние второе. Тут один химический издвиг, тут второй. Вот, например, это один химический издвиг, вот второй. В зависимости от скорости обмена между ними, у нас в спектрах ЯМР либо будет наблюдаться две линии, которые соответствуют этим двум состояниям, либо, когда скорость начинает обменно всё возрастать и возрастать, они постепенно сколисцируют в такой один широкий сигнал, а потом постепенно становят даже сужаться, и вот эта усреднённая величина, которая равна просто средней величине химиздвигов между ними. Вот это всё можно проанализировать, это анализ полной формы линий, и получить эти данные, так сказать, по скоростям вот эти. Значит, и то же самое можно сделать из анализа релаксационных параметров, потому что у нас ширины линии мы фактически измеряем, измеряя скорость поперечной релаксации в полоскости xy. Соответственно, если у нас появляется, так сказать, некий дополнительный член, он, как правило, возникает от этого дополнительного ширения. Вот тут, например, ширина явно какая-то осталась, которая, так сказать, несёт в себе информацию об обмене. Значит, мы таким образом знаем, что вот эта пара состояний, так сказать, характеристична для данного амидного протона, например, если речь идёт о нём. И таким образом, так сказать, можем его детектировать. Ну, например, можно и более сложные какие-то процессы. Вот, например, вращение ингибитора тетриметоприм в центре связанной с белком, дигеофатредуктазой. Значит, анализ формы линий. Здесь довольно сложная характеристика, потому что тут смесь комплексов в разных формах, и вот это всё можно проанализировать и определить, так сказать, кинетику вот этих вот переходов, измерив при разных температурах этеродинамические какие-то параметры. Ну, это просто пример из нашей совместной работы с моим коллаборатором из Англии, Джим Финни, когда мы исследовали вот эти вот комплексы довольно важного в фармакологическом плане белка. Значит, ну, и, пожалуй, последнее, то, что касаемо динамики, это вот когда совсем медленное движение, да, вот то, что сейчас я показал, это миллисекунды, значит, когда реал тайм, когда действительно какие-то процессы, происходящие в минутах, часах и так далее. Значит, ну, один из важнейших, так сказать, подходов, это измерение скорости обмена протонов на детерий. Как это делается экспериментально? Берётся леофилизированный образец, в котором, так сказать, ну, целиком всё НХ, растворяется в Д2О и максимально быстро переносится в магнит, и начинается измерение спектров, двумерных спектров. Значит, вот самые первые, да, вот это вот просто, значит, спектр корреляции Н15H до растворения в Д2О, просто в H2О. Вот как только мы перенесли его, растворили в Д2О и сделали первое измерение, видите, уже часть резонансов исчезла, обменялась очень быстро. Ну, это как бы мы ничего про них сказать не можем, это всё обмена очень быстрая. А дальше, во времени, они тоже начинают с какой-то скоростью обмениваться, причём какие-то вообще не обмениваются, видите, так сказать, прямая линия, какие-то обмениваются очень быстро, какие-то, так сказать, со средней скоростью. Вот это всё можно проанализировать, вычислить так называемые защитные факторы, факторы, которые защищают каждый ЭНЖ от обмена с растворителем. А защита идёт за счёт либо водородных связей, либо за счёт плотной структуры, которая окружает этот ЭНЖ и не даёт доступа туда молекулы воды, в данном случае тяжёлой воды. И вот эти защитные факторы тут показаны. Чем более тёмный цвет, тем выше защитный фактор, тем медленнее они обмениваются. Видно, что бета-листовой остов, он как раз тёмный, петли все светлые, какие-то альфа-спирали многие светлые, какие-то альфа-спирали, впрочем, тёмные. Таким образом можно сказать, какие фрагменты белковой глобулы очень медленно, какие быстрее двигаются, потому что обмен может произойти только тогда, когда раскроется это место, и молекула сможет подойти к ЭНЖ для обмена. Дальше, например, если что мы можем сделать, мы можем взять и повторить такие эксперименты в разных денатурантах, например, мочевина с разной концентрацией. И таким образом посмотреть, какой остов остаётся вот этим защищённым до максимально высокой концентрации мочевины. И таким образом мы проследим весь путь разворачивания белковой глобулы. А если мы логично подумаем о том, что путь разворачивания и путь сворачивания это некие обратные друг к другу процессы, таким образом можно смоделировать весь путь сворачивания белка. И вот методы ЯМР по мониторингу скорости обмена протонов на ДТР являются ключевыми подходами для определения пути фолдинга белка. Где зародыши, откуда начинается сворачивание и так далее. Так, ну вот это вот всё, что я хотел рассказать про динамику. И следующее, что очень важный аспект, это методы ЯМР для изучения, для мониторинга межмолекулярных взаимодействий. Вот этот третий аспект очень важный, где действительно ЯМР оказывается уникальным методом. Значит, ну далеко не исчерпывающий список возможностей. Можно просто впрямую детектировать водородные связи, определять состояние ионизации заряженных аминксотных остатков, определять гидрофобные кластеры внутри белка. Гидрофобные кластеры, впрочем, как определяются, вот так сказать, ну не буду вас мучить, сам скажу. Значит, гидрофобные кластеры, это когда много аминксотных остатков гидрофобных находится в одном месте, а гидрофобные остатки, как правило, имеют много протонов. Соответственно, получается, что протоны разных остатков сближены друг с другом. Значит, между ними есть ядерный эффект Аверхаузера. Значит, когда мы измеряем спектры нойзи и наблюдаем, например, кросс-пики между остатками лицина, фенилланина, трептофана и так далее, явно всё это находится в каком-то гидрофобном кластере. Так что вот это всё делается достаточно просто. Значит, дальше. Детектирование взаимодействия белок-леганд, определение констант-диссоциации легандов, стерео-стехиометрии взаимодействия белок-леганд, белок-металл и так далее. Можно картировать центры связывания легандов, об этом мы сейчас поговорим. Ну, изучать взаимодействие белок-белок, белок-ДНК, белок-РНК. И, наконец, где-то лет 20-25 назад появились методы ЯМР-скрининга, которые используются сейчас как уже вполне доказанный подход для поиска потенциальных активных соединений будущих лекарств. Значит, ну вот несколько аспектов из того, что я назвал, я покажу и проиллюстрирую. Ну вот пример, скажем, возьмём такую важную аминокислоту, как гистидин. Значит, она очень часто участвует в каких-то каталитических актах. И, безусловно, совершенно не безразлично знать, в какой-то аутомерной форме она присутствует, где у нас протон находится, вот у дельта-1 или эпсилон-2 азоти. Или, например, она оказывается заряжена, так сказать. Причём константы ионизации, она может меняться в зависимости от положения этого гистидина в белковой глобали. Одно дело на поверхности, а другое дело, когда, например, там рядом какая-нибудь карбоксильная группа, значит, пока меняется довольно значимо. Так вот, рентген-структурный анализ, к сожалению, здесь не даёт информации о положении протонов, то есть просто протоны не видны. А поскольку мы детектируем протоны просто и наблюдаем их, мы можем, так сказать, вполне такие определения сделать. Значит, оказывается, что если мы запишем такой двумерный спектр корреляции вот этих вот CH протонов в дельта-2 и эпсилон-1 положении с двумя азотами, ну, конечно, нужно метить, нужно обогатить его по N15, этот белок с этими гистидинами, то два вот этих талтомера, они здесь показаны зелёным и синим, и вот этот вот заряженный, так сказать, гистидин, они выглядят совершенно по-разному, и можно просто, посмотрев, так сказать, вот на паттерны вот этих вот кросс-пиков, сказать либо один, либо второй, либо вот третий у нас. Значит, ну, в реальности как это выглядит? Вот реальный спектр белка, довольно большое количество гистидинов, очень много из них заряженные, вот тут вот они находятся, некоторые из них оказываются нейтральные, причём можно отсюда сразу сделать вывод о состоянии талтомерной формы каждого из этих вот аминстотных остатков. Это, в свою очередь, очень важная информация для и механизма, и каких-то, так сказать, аспектов связывания с легандами и так далее. Значит, другой пример определения константы ионизации различных групп, ну, например, таких как карбоксильные группы, там, остатков аспарагиновой, аспарагиновой кислоты или глутаминовой. Значит, можно записать довольно, так сказать, простой эксперимент. Опять же, требуется, безусловно, C13-мечения, обогащения. Это вот спектр, который позволяет сделать корреляцию между карбонильной группой и протонами. Причём для вот этих вот остатков аспарагиновой кислоты карбонильной группой будет тот самый сайдчейн, который, так сказать, СОН. И, соответственно, здесь по оси Х протоны либо в бета-либо в гамма-положении, то есть которые находятся близко к этой карбоксильной группе. Значит, бета для остатков аспарагиновой кислоты, гамма для остатков глутаминовой кислоты. Дальше мы вот этот спектр можем относительно быстро измерить. Вот он выглядит, например, при каком-то значении pH 5,5. А потом повторили эти измерения при разных pH, ну, оттетровали как бы. И потом, поскольку для каждого аминститутного остатка мы можем из этого двумерного спектра получить всю информацию, включая вот этот химздиг по углероду, а потом эти химздиги по углероду отложили в виде такой кривой тетрования и получили значение константы ионизации для каждого сразу из всей серии экспериментов для каждой карбоксильной группы. Эти подходы активно используются. Ещё один пример. Прямое детектирование водородных связей. Мы, конечно, можем сказать, что вот такой-то и наш связан водородные связи, потому что он медленно обменивается, например, на дейтерий. Но можно сделать эксперимент, это вот аналог того самого трёхмерного эксперимента ЧНСИО, про который мы рассказывали, в прошлый раз обсуждали, который позволяет связать углерод в карбонильной вот этой вот группы с вот этим вот протоном, связанным с ЭНАШ, вот через водородную связь. То есть это через две, фактически через две связи. Одна водородная, вторая, так сказать, вот эта вот связь с ЭНАШ. Соответственно, мы здесь видим кросс-пики, которые как бы связывают бета-листовые номер-фрагменты просто кросс друг к дружку. И вот однозначно детектируем вот эту вот связь водородную. При том, что константы, оказывается, вот эти водородные, они очень маленькие, это всё меньше там 0,1 Гц. Но такие трёхмерные эксперименты позволяют всё равно переносную магнечность детектировать. Следующий пример, который я хотел сказать, это изучение взаимодействия легандов. Это на самом деле крайне важно, потому что леганды разные, это могут быть субстраты, ингибиторы. Когда мы изучаем белоколеганные комплексы, нам нужно точно определить положение леганда в центре связывания. В принципе, как можно это сделать? Нужно определить какие-то контакты между легандом и аминститутными остатками белка. Первый подход, мы можем взять леганд и пометить его, например, стабильным изотопом, и таким образом однозначно идентифицировать вот этот резонанс, и потом посмотреть, а к чему же он там близок, на какие эффекты оверхаузера, на какие белковые протоны они переходят на магничность, то есть с чем близко. Но очень часто, оказывается, пометить леганд, то есть делать химический синтез C13 обогащённого органического соединения гораздо дороже, чем пометить целиком белок, потому что за нас белок метят бактерии, растят на среде с глюкозой C13-меченой, а тут нужна сложная химия, много этапов выделения, потери большие и так далее. То есть цена на самом деле большая. В этом случае можно сделать альтернативный эксперимент, который использует целиком C13-меченный белок и не-меченный C12H-леганд. И специальные методики C13-изотоп-rejected, то есть выключение всех кросс-пиков, которые соответствуют C13H-парам, вот они все выключены в нём, и тогда остаётся только C12H. Вот тут на этом слайде показан комплекс надфаж, сложный кофактор, большой, не-меченный, с полностью C13-меченным белком. И вот по вертикали у нас только резонансы вот этого надфажа, больше ничего. А приходят они по горизонтали ко всем разным сигналам белка. Мы уже знаем по химическим двигам к чему, и таким образом можно картировать его точное положение, рассчитать структуру. Ну вот один из первооткрывателей, те, кто предложил этот подход, это вот Роберт Каптейн, поэтому фотографию я здесь его привёл. Ну и вот тут, если уж мы начали говорить о легандах, я перед тем, как мы перейдём к подходам EMR-склининговым, хочу показать ещё один эксперимент из давней нашей работы, это уже, наверное, лет 30 назад. На самом деле, вот этот эксперимент был найден довольно случайно. Исследовали мы фермент дигилфатредуктазу, который я уже показывал здесь несколько слайдов. И исследовали, раствор был в фосфатном буфере всегда. Когда я сейчас уже не помню, по какой-то причине вдруг вот мне пришло в голову перевести вместо фосфатного буфера в трис. И вот в трисе, так сказать, ну сделали диализ против триса, так сказать, сделали, так сказать, спектры. И когда я посмотрел на спектр, я не узнал некоторый резонанс. Вроде там должно быть в одном месте, а их почему-то там нет, а появился какой-то другой. Что-то меня насторожило, и я решил, думаю, сделаю эксперимент по EMR-тетрованию, то есть добавление просто фосфата, как бы вернуть его вновь триста, так сказать, к фосфату исходному, с которым мы уже привыкли, может быть, в этом дело, почему они исчезли-то. И вот тут вот эксперимент, который, собственно, это вот показ. Здесь как бы наложено много-много спектров двумерных друг на дружку. При увеличении концентрации фосфат-ионов, вот так вот, так сказать, некоторые сигналы, видите, как сдвигаются. Причём некоторые сдвигаются так, что вот я как раз и не смог их узнать. А большинство резонансов оказываются совершенно нетронутыми. То есть они вообще не меняются. А теперь вот посмотрите, после того, как я взял, подписал вот эти все, но они известны, кто из них, всё, так сказать, как бы отнесение уже было сделано, я просто это наложил на структуру, и оказалось, что сдвинулись только те остатки, которые окружают три фосфатные группы вот этого кофактора надфаж. То есть получается, вот этот эксперимент оказался, он как бы высвечивает сайты связывания фосфатной группы в составе большой молекулы. То есть фосфатная группа, она как бы кирпичик большой молекулы. Но тем не менее мы изучали не вот этот надфаж, а просто взяли просто фосфат и картировали, где же они находятся, когда у нас такой большой леганд. Вот тут оказался, так сказать, мостик к подходу, который сейчас принят, так сказать, в методах поиска лекарственных препаратов, так называемый fragment-based drug design, то есть поиск молекулярных фрагментов, вот этих кирпичиков. Значит, когда мы ищем, ну можно, например, с помощью высокопроизводительного скрининга взять насинтезировать миллион соединений с всего-навсего 100 разными фрагментами, и весь миллион взять, скринировать и найти какое-то лучшее, которое, так сказать, связывает очень прочно с белком, и которое потенциально может быть интересно как будущее лекарство. А можно взять просто каждый из этих 100, взять всего-навсего, так сказать, 100 экспериментов и найти, какие из них связываются, отобрать из этих 100 всего там вот 3, а потом сочленить их соответствующими линкерами и в итоге прийти ровно к тому же. Здесь у нас миллион стадий синтеза, здесь у нас всего 100. Вот вся разница. То есть насколько это более, так сказать, экономически выгодный эксперимент. И я помню, это был 96-й год, как раз там конференция одна была в Штатах. Это было, кстати, спустя уже некоторое время, как вот сделать эксперимент про фосфат, вот эти травани. И вот я помню, там как раз на этой конференции был, и Стефан Фесик из Abbott Laboratories рассказывает метод картирования вот этих вот центров связывания легандов и предложил метод SAR by NMA. Значит, Struct Activity Relationship by NMA. Значит, ровно то же самое. Я поначалу подумал, а что здесь нового-то? Ну, новое и новое, так сказать, а это вот сейчас запатентованный метод, и, так сказать, огромное количество фармацевтических компаний используют эти подходы для создания новых лекарств. Так что, в общем, оказалось, что важно вот эти, казалось бы, очевидные вещи, но вовремя, так сказать, представлять как некую технологию, так сказать, и использовать её. Значит, что он предложил? Мы действительно ищем в каком-то одном сайте, путём те травани разными молекулярными, такими маленькими фрагментами, и находим какой-то фрагмент, который реально, так сказать, связывается здесь, вот, например, в этом сайте. Потом берём какой-то другой близкорасположенный сайт в этой биомолекулы, и там начинаем тетравать, и находим какой-то другой фрагмент. Ну, потом немножко можно пооптимизировать структуру, чтобы они попрочнее там связались, каждый из них, а потом надо поискать линкер, который, так сказать, их свяжет друг с дружкой. Так вот, здесь, когда мы, так сказать, находим этот линкер, то посмотрите, что получается. Афинность вот этого фрагмента, например, 2 миллимоля, а, микромоля, извиняюсь, да? Здесь 100 микромоль, то есть это, в общем, миллимолярная, так сказать, афинность. После того, как мы их сочленили, 19 наномолей. Это эффект от того, что мы как бы выгодали на трансляционной вращательной энтропии. У нас двигаются они не порознь, а вместе, как одна молекула. И вот это уже даёт несколько порядков выгоду, так сказать, в афинности. Этот подход действительно сейчас стал широко использоваться. Вот, ну, на самом деле этот вот сарбайнома используется, но для этого нужно метить белок, нужно делать вот эти вот сложные эксперименты и иметь большое количество белка, значит, это дорого. Есть вот какие-то ограничения, то есть большое количество белка требуется, чтобы белок был растворим, всё-таки концентрации, никуда от этого не уйдёшь. Значит, белок не должен денатурируть или агрегировать. Естественно, нужно обязательно метить его изотопами N15-C13, иначе мы не сможем эти быстрые двумерные эксперименты измерять. Ну и размеры, ну, 20-30 кг дольтон, в редких случаях чуть побольше. Но как бы дальше просто становятся слишком широкие линии, мы просто не сможем весь этот анализ сделать. Но в последние годы появились ещё альтернативные подходы. Значит, о чём идёт речь? Мы можем наблюдать не белок, а, собственно, сам леганд, который мы ищем, как он будет связываться с белком. А свойства большого белка и свойства леганда принципиально различны. Это ровно с чего я начал первую лекцию, как вот сильно различают свойства крупных молекул и малых. А в чём различны, напоминаю, крупные молекулы – это медленное броуновское движение, у маленьких легандов быстрое. Отсюда следует быстрая релаксация, то есть широкие очень линии. И напротив, медленная релаксация – значит, узкие линии. Отрицательные значения эффекта Аверхаузера. Здесь положительный знак меняется вообще. Значит, медленная трансляционная диффузия или быстрая. Есть методы трансляционной диффузии, методом ЯМР измерять. Значит, всё у нас практически меняется. А когда леганд связался с большой молекулой, он полностью приобрёл свойства большой молекулы. То есть вот это всё изменилось на это. Если леганд не связывается, ничего не меняется. И вот отсюда появляются, так сказать, возможности. Мы можем брать ситуацию, когда у нас даже большой избыток свободного леганда. Он у нас связывается и дисцирует как-то. И наблюдаемые свойства леганды будут долей связанной формы на свойства связанной, плюс доля свободной на свойства свободной формы. Ну, это очевидная, так сказать, формула. Но когда у нас вот это свойство связанного леганды меняется драматическим образом, включая изменение даже знака эффекта Аверхаузера, то вот это вот наблюдаемое свойство может измениться очень сильно. И в итоге, так сказать, мы можем либо по ширине Ливи, либо по скорости релаксации, эффективности переносной магничности, вот это всё наблюдать. И вот просто двумя экспериментами проиллюстрирую, которые мы постоянно сейчас, так сказать, делаем в наших работах. Значит, один такой эксперимент называется Saturation Transfer Difference, STD. Опять же, если вы откроете какие-то работы, очень часто вот эту аббревиатуру вы увидите в последние годы. Значит, что это такое? Значит, опять же, если вы помните начало первой лекции, я говорю, что есть много очень плохих свойств у биомолекул, но есть одно хорошее, очень высокая дисперсия химсдвигов. У нас сигналы наблюдаются минус 2 миллионные доли, минус 1, там плюс 11, там 10 и так далее. Так вот, если мы возьмём белок, внимательно посмотрим на его одномерный спектр, и увидим какие-то бугры, там минус 2 миллионные доли, значит, там есть протоны. И никаких протонов, никаких легандов там быть не может, просто по определению. Они туда никогда не резонируют. Значит, и вот мы берём, начинаем в течение нескольких секунд насыщать вот эту вот область резонансов, которая только соответствует белку. Дальше идёт очень быстрая спиновая диффузия, передача от протона к протону по вот этой большой белковой глобулы, и на магнитичность дотягивается до легандок, если он побывал в сайте связывания. Значит, а несвязывающий леганд никогда тут не побывает, тут ничего с ним не происходит. Значит, вот мы берём такую смесь двух легандов, связывающихся и несвязывающихся, и, значит, просто контрольный эксперимент, когда ничего здесь не насыщаем, или насыщаем пустую область, которая вообще никак не связана с этими вот протонами. У нас вот интенсивность одного-второго, а теперь сделаем тот самый эксперимент с насыщением вот этой области, чисто белковой, и увидели, что интенсивность леганда, которая побывала в сайте связывания, немножко уменьшилась за счёт вот этих эффектов насыщения. Дальше мы делаем разностный спектр, вычитаем один из другого. Здесь, поскольку ничего не менялось, всё это занулилось, а вот тут у нас оказался вполне себе ненулевой сигнал остаточный. Таким образом, вот в этом разностном спектре мы будем наблюдать резонансы только тех легандов, которые способны связаться с белком. И, соответственно, это активно используется, этот метод. Второй метод, который тоже активно используют, этот метод основан на свойствах воды, которая окружает и крупные биомолекулы, и леганды. Но вот тут вот кросс-релаксация, взаимодействие посредством эффектов Аверхаузера между маленькой молекулой воды и большой молекулой белка, здесь кросс-релаксация отрицательная, а тут она положительная. Значит, если мы сделаем вот такой же разностный эксперимент, но на основе возбуждения сигналов воды, мы можем увидеть следующую картину. Вот, например, берём просто смесь легандов, 10, скажем, легандов, вот здесь вот показано, и у нас просто обыкновенная, так сказать, резонанс из этих вот смесей легандов. А потом записали вот этот вот спектр, о котором я говорю, называется Water Loxi, Water Ligand Absorbed Gradient Spectroscopy, и увидим для какого-то одного изменённую полярность, так сказать, за счёт именно различной вот этого вот знака кросс-релаксации. Он изменил именно потому, что он побывал внутри вот этого белка, и там, так сказать, у него знак эффекта Аверхаузера, взаимодействие между протонами иной, чем в свободном состоянии. Соответственно, мы таким образом из этих 10 легандов детектируем, вот этот один связывается. Этот эксперимент занимает, ну, минуты, так скажем, десятки минут максимум накопить, и в смеси легандов мы сразу детектируем, кто из них связывается. Ну, дальше подходы стали развиваться ещё более, так сказать, интересными темпами, быстрыми. Ну, например, стали, было предложено использовать метод, основанный на ядрах, на измерении ядер в ТОР-19. Почему? Потому что его нет в природе. То есть всё, что мы, так сказать, ввели, мы будем только видеть то, что мы ввели. Ну, и ещё одно свойство. Значит, очень чувствительный, оказывается, химический сдвиг в ТОР-19 к окружению. То есть совершенно по-разному будет себя вести леганд, который в свободном состоянии и в связанном. Например, вот в свободном состоянии у него химиздвиг будет один, а в связанном вот другой. Если происходит быстрый обмен между ними, фактически наблюдается уширение, вплоть до исчезновения вообще сигналов. Соответственно, теперь делается следующее. Мы делаем специальное такое тестовое вещество, меченное вот этим вот в ТОР-19. Называем его, ну, авторы назвали его спай, так, шпион. Ну, это фактически некий, так сказать, тест, так сказать, вещество. Оно с какой-то умеренной афинностью связывается с белком. При образовании вот этого вот, так сказать, тест-системы с изучаемым белком у нас вообще нет резонансов в ТОР-19, потому что идёт вот это уширение очень сильное. А теперь мы добавляем в эту тест-систему леганд, который, например, связывается прочнее, и он вытесняет вот это вот соединение шпион, и он у нас ярким образом, так сказать, появляется на спектре. Всё, мы его увидели. Таким образом можно детектировать появление вот этого вот резонанса после того, как конкурентно его вытеснили из нашей тест-системы. Вот пример методов, которые на этом основаны. Метод назвали ФАКС. Значит, по аббревиатуре вот она, так сказать, Fluorine Chemical Shift Anisotropian Exchange for Screening. Клауди Далвит из Италии вот это вот предложил. Значит, вот тут показано 18 экспериментов ЕМР, каждый из которых занимает несколько минут всего-навсего. И в каждом из экспериментов по 10 разных потенциальных, так сказать, ингибиторов, то есть тех соединений, которые могут вытеснить вот это вот соединение в ТОР-19, мечное. И просто взяли вот эти 18 экспериментов, ну это значит там где-то час работы, а потом просто их взяли друг с дружкой, просто сочленили так для простоты. Вот у нас 18 экспериментов. И вот в 14-й смеси одно из 10 соединений показало, вытеснило вот этот вот в ТОР-19. Ну, осталось только найти, какой из этих вот 10 легандов сделал эту работу. Но это на самом деле недолго, максимум ещё 10 таких экспериментов. И мы нашли соединение, которое с высокой афинностью связывается с белком. При этом концентрация испытываемых соединений вот этих вот в ТОР-19 и вообще легандов 50 микромоль, то есть концентрация довольно маленькая, концентрация белка 1,5 микромоля. То есть мы уже от ЯМРных вот этих вот значений приближаемся всё более-более, так сказать, к таким характеристичным для, не знаю, флуоресценции, там, масс-спектрометрии и так далее. Но дальше тот же Клаудио Далвик решил ещё более, так сказать, развить этот метод и говорит, а если мы будем не одиночный ФТОР наблюдать, а, например, много эквивалентных ФТОРов, ну, например, возьмём ЦФТОР-3 группу или две эквивалентных ЦФТОР-3 группы, или вот таких вот, например, там, 4 эквивалентных ЦФТОР-3 группы, значит, то, соответственно, чувствительность ещё возрастёт. Тут она в 12 раз возрастёт, и действительно всё работает. И вот, пожалуйста, с помощью таких подходов, с помощью вот таких вот меток ФТОР-19, значит, измерялся вот этот вот 12 ФАПС, это вот как раз когда 12 ФТОРов, значит, детектировали ферментативную активность трепсина. Значит, вот тут добавлен ингибитор, а здесь его, так сказать, нет, здесь субстрат. И в итоге мы наблюдали вот это ингибирование при концентрации фермента 5 пикамолей, я извиняюсь, пикамолей, значит, а концентрация ингибитора 20 микромоль. То есть по белку мы вообще вышли уже, так сказать, в область, ну, точно уже соответствующим аспектометрическим чувствительностью. Вот такие вот любопытные подходы позволяют, так сказать, делать вот эти методы поиска. Значит, ЯМР-скрининг, на самом деле, это не только поиск легандов, связывающихся с белком, но ещё и стратегии модификации структуры молекулярных фрагментов. И вот это вот всё вместе как раз и есть ЯМР-скрининг. Ну, об этом у нас просто ни времени, ни возможности подробно говорить нет, но мы можем на каждой стадии контролировать с помощью вот этих вот подходов ЯМР-детектирования, что меняется в спектрах, постепенно усложняя структуру, так сказать, наращивая какие-то боковые цепи. И вот так последовательно от 2 миллимоль афинности мы приходим к 10-200 пикамолям афинности вот этого вот продукта. И таких работают очень много. Вот, например, какая-то тоже работа поиска, значит, ингибиторов P38 протеинкиназы. В итоге 200-наномалярные, так сказать, афинности. Вот этот метод Шейпс предложен. Ну, люди, так сказать, ищут не просто какие попало фрагменты, но ещё, так сказать, анализируют всё это на предмет правил Липински. Так сказать, какие-то структурные ограничения, чисто эмпирические правила, там не больше 5 доноров водородной связи, 10 акцепторов водородной связи, масса там и, значит, соответственно, распределение октанола вода должен быть там логарифмами не больше 5. Ну, так или иначе, в общем, вот эти подходы, так сказать, активно стали использоваться. Значит, в итоге что мы имеем? Вот эти вот методы ЯМР-скрининга позволяют нам начать с какой-нибудь небольшой структуры какого-то фрагмента, постепенно усложняя найти структуру с высокой афинностью, то есть вот как бы в этой воронке, так сказать, спуститься вниз. В то время как, например, если мы используем метод высокопроизводительного скрининга, перебирая все подряд структуры, пока мы не наткнёмся вот на этот центр и не свалимся здесь случайно, мы должны вот эти миллионы соединений перебрать. Это вот как бы разнообразие структур здесь вот, только здесь это всё как бы на плоскости, и вот вдруг попали, всё, нашли. А здесь мы можем создавать, рационально создавать эту структуру, постепенно как бы повышая афинность. И второй момент, вот это вот правило ЕПИСКИ, о котором я говорил, всё-таки эмпирическое правило, которое соответствует именно лекарственным препаратам, уже, так сказать, применяемые в медицинской практике, на этой основе оно подобрано. Если мы берём высокопроизводительный скрининг, что-то там нашли, мы уже находимся в области довольно высоких молекулярных масс, вот тут вот, и достаточно высокой афинности, вот здесь вот констант диссоциации, да. И когда мы должны как-то улучшить, сделать ещё более качественные лекарства, у нас всегда будет немножко молекулярной массы расти, и также расти и афинность. Значит, как бы мы в тягонали будем подниматься, вот область вот этих вот правил ЕПИСКИ, она где-то здесь, мы можем только по касательной, так сказать, попасть вот в неё. В то время, как мы, если начиная с маленького фрагмента, и здесь что-то нашли, то дальше, меняя, мы ровно попадаем как раз в ту область, которая оказывается очень, так сказать, соответствующей реальным лекарствам. Ну вот, собственно, на этом я хотел закончить, мы ещё не заканчиваем всю лекцию, но я как бы хотел закончить базовую часть, по которой вы будете сдавать, собственно, какие-то контрольные вопросы отвечать. Но в конце я хотел рассказать о проблемах спидроскопии ЯМР, реальных проблемах метода, и путях их развития, и что мы, так сказать, в будущем будем иметь. Наверное, полезно последние 15 минут уделить вот этому, так сказать, вниманию, чтобы представить себе вот эту вот картину более наглядно. Значит, какие проблемы у нас? Ну, первое, с чего мы начали, низкая чувствительность метода. Это фундаментальная проблема, которая, так сказать, есть подходы к решению, и, кстати говоря, мы сейчас даже на этом останавливаться не будем, там есть методы гиперпорализации различные, но, тем не менее, значит. Второе. Ограничение на размер изучаемых объектов. Помните, да, что мы говорим, там, 30-50 килодальтон, дальше тяжело. Всё становится очень широкое, невозможно с этим работать. Значит, очень большое время требуемое для проведения многомерных экспериментов. Сутки, недели, значит, тоже как-то с этим нужно бороться. Сложность анализа экспериментальных данных. Значит, и, наконец, высокая стоимость оборудования, высокие эксплуатационные расходы. Ну вот, пожалуй, вот это вот мы здесь никак не сможем побороть, потому что цены на спектрометры всё растут и растут. Цена, скажем, на современный там спектрометр где-то 800-850 МГц, это где-то не меньше там 9-8 миллионов евро. И, в общем, ну вот с этим как-то нужно жить. Вот, но всё остальное можно наметить какие-то пути преодоления. Совершенствование самих спектрометров, разработка новых методик, разработка методов изотопного мечения, создание новых методов анализа данных. Вот насчёт чувствительности. Смотрите, если мы посмотрим на такой график, как эта фирма-брокер как-то на своём сайте показала вот этот график, значит, как с 70-го года до 2007-го года менялась чувствительность спектрометров ЯМР по стандартному тесту. Стандартный тест это 0,1% этилбензол, ну вот просто сигнал к шуму по линии по этой. Так вот, значит, в 70-х годах это было 16 к 1. Потом постепенно, ну, совершенствовались спектрометры, появились, так сказать, сверхпроводящие магниты, вот это всё росло-росло, потом, значит, вроде немножко как бы замедлилось. Вот, но дальше, тем не менее, всё равно как бы вот оно росло. Но уже когда вроде бы всё пошло на спад, появились, так сказать, новые технологии, крио-датчики. Что такое крио-датчик? Это датчик, где вся электроника заморожена до состояния абсолютного нуля. Ну, там, плюс 5 кельвина. То есть охлаждается фактически жидким гелием. Значит, при этом тепловой шум, вот когда, так сказать, ну, я не знаю, когда движение, так сказать, электронов в проводниках, вот это всё, там минимизирован фактически. И, соответственно, вот тот шум, который идёт от вот этих вот процессов, он практически сведён до минимума. Соответственно, когда это сделали, а это достаточно охладить буквально самые первые каскады предусиления. Как только мы усилили, там, в несколько сот раз, дальше всё это уже неважно становится. Так вот, как только мы ввели технологию крио-датчиков, так сразу у нас опять это всё пошло вверх. Сейчас это где-то лежит в районе, там, 17-15 тысяч к одному. Видите, какой прогресс за этот период? Но самое интересное другое. Обратите внимание, что эта вот шкала, она, вообще говоря, логаристмическая шкала. А в первом приближении вот этот вот наклон, он линейный. То есть у нас идёт такой экспоненциальный рост чувствительности. И он пока ещё продолжается. Когда он, так сказать, закончится, ещё не ясно. Так что это уже обнадёживает. Дальше, относительно молекулярных масс ограничений. Ну, когда-то, вот считалось, в 2018 году, что вот где-то 7 кДт – это вот предел метода ЯМР. И то сложно. Дальше прошло 10 лет, говорят, ну, 15 кДт, да, всё нормально. Вот в те годы, кстати, мы как раз депонировали наши структуры. Там 16 кДт белок был. Значит, 98-й год – 30 кДт. В 2000-й – 50, значит, дальше, так сказать, оказалось ещё больше. И я покажу примеры вообще мегадальтонных, так сказать, объектов, которые изучаются методами ЯМР. Ну, опять же, всё это связано с применением криодатчиков, высокопольных магнитов, там, разных методов изотопного мечения. Значит, какой основной проблемой, с которой мы сталкиваемся, когда мы к большим молекулярным массам? Её можно так вот просимулировать на примере какого-нибудь одного белка, просто меняя температуру. Потому что, на самом деле, если мы уменьшаем температуру, то замедляется вращательное движение молекулы, и начинает белок вести как более крупный. И поэтому, ну, например, вот когда у нас время корреляции вращательной диффузии 5 наносекунд, это всё равно как 10-килодальтонный белок. Ну, вот хорошие узкие линии, всё замечательно. 10 наносекунд, 20 килодальтон, но, в принципе, тоже неплохо, с этим всём можно работать. 15 наносекунд уже хуже. 25 наносекунд, видите, какие широкие линии, вот тут уже проблемно, с этим надо что-то делать. Значит, ну, что делать? Тут путей много. Значит, ну, во-первых, ну, я извиняюсь, что есть на английском слайде, но я, так сказать, прокомментирую. Ну, во-первых, просто как-то совершенствовать спектрометры, то есть магниты, криодатчики, так сказать, то, о чём я говорил. Потом как-то совершенствовать ЯМРные методы, сейчас вот будет пара слайдов, которые это иллюстрируют. Дальше методы изотопного мечения, опять же, их использовать. Ну, и вводить какие-то новые параметры, которые, ну, например, ядерный эффект Аверхаузер перестанут работать, когда широкие линии, да? Но вот эти вот остаточные константы диполь-дипольного взаимодействия могут быть вплоть до мега-дальтон, вполне, так сказать, рабочими. А это параметры, которые структурные, они связаны со структурой. Значит, химические сдвиги, опять то же самое. Значит, вот один из подходов, который базовый, который, так сказать, обязательный для изучения больших белков, это дейтерирование. То есть надо не только пометить изотопами углерод и азот, но и дейтерием. Значит, для чего это делается? Вот посмотрите, у нас есть какой-нибудь и наш, да, вот этот амидный протон, который мы детектируем, и вокруг него 4 протона, ну, просто близко расположенных. Каждый из них наводит флуктуацию магнитного поля, о котором мы говорили, и в результате линия становится очень широкая. Теперь мы берём и делаем, значит, замещение вот этих вот протонов на дейтерий. Айнаш оставляем. Каким образом это мы делаем? Можете предложить? Ну, не будем время тратить. Значит, мы просто выращиваем в тяжёлой воде. У нас всё меняется на дейтерий, всё. Но когда мы растворим белок в H2O, то никогда CH не поменяются обратно, ну, CD, они были как дейтерием, так они останутся, а ND обменяются обратно на протоны из H2O, потому что это обменивающиеся протоны. И таким образом у нас останутся одинокие и наши на фоне сплошной дейтерированной молекулы. И ситуация станет гораздо лучше. Вот результат, как эффект дейтерирования. Вот тут вот нет никакого дейтерирования. И видите, какой широкий линия, сложный спектр и так далее. Ровно та же молекула с всего-навсего 75-процентным дейтерированием. Он на сколько стали более узкие линии? Они сузились, потому что, так сказать, диполь-дипольная релаксация минимизировалась очень здорово. Ну, и вот так вот выглядит, например, резонанс вокруг протоны, а вот так вот стал узким резонанс, когда у нас всё это поменяли на дейтерии. Это вот дейтерирование. Это базовый подход, который обязателен практически всегда. Второе. Мы можем на фоне этого ввести какое-то селективное мечение. Ну, например, у нас полностью всё заменено на дейтерии, и никаких CH больше нету, но мы после этого взяли, селективно ввели, ну, например, какие-нибудь остатки в дельта положении лицинов и валинов. Если туда добавили в среду, которую экспрессирует наш белок, альфа-кета изволюет C13-меченый вот такой. Значит, или, например, кетобутират. Тогда у нас в дельта-1 положении изолицинов опять C13-группы. Если перуват, у нас вот эти вот группы стали, так сказать, C13-H. И таким образом ничего больше нету, но только одинокие CH3-группы. Они довольно узкие сигналы, мы их можем видеть. Значит, можно сделать ещё более интересный подход. Это вот сделали японцы, предложили SAIL, Stereo Array Izotope Labeling. Значит, они говорят, а мы создадим такие аминокислоты, у которых будет исходно минимизировано просто вот диполь-дипольное взаимодействие. Никогда не будет CH2, будет CHD, ну и так далее. Значит, и возьмём в какие-то места поставим C13, звёздочками поставлены, а где-то, может, даже их и не нужно будет ставить. В общем, короче, вот каждая аминокислота, согласно вот этому подходу, была таким образом синтезирована. Это вообще титаническая работа была. И цена вообще вот этой смеси 20 аминокислот, вот таким образом меченых, она очень большая. Но дальше можно использовать вот эту вот Cell-free экспрессию, такую смесью, и в итоге получить очень высоко качественный, так сказать, спектр. Здесь будет слайд, сейчас покажу. Ну и, наконец, можно сделать ещё так называемое сегментальное мечение. Когда у нас есть большой белок, а мы его как бы разделили на две части. Один метим, другой не метим, а потом наоборот, этот не метим, этот метим. И вот этот сложный большой белок становится простым. Структура не поменялась, но, так сказать, мы можем порознь каждый из них проанализировать. Значит, соответственно, вот этот подход тоже используется. Ну, вот так вот, например, выглядит упрощение сигналов, когда мы вот этот вот Cell-меченье. Значит, у нас большие широкие сигналы после вот этого Cell-меченья становится всё очень узким и красивым. Вот тут широкие линии, а тут, как они сразу вытянулись, стали более интенсивными и узкими. Значит, ну, следующий момент, который крайне важен. Вот кроме вот этих всех подходов и кроме базового дитерирования, значит, это методики. Значит, одна из важнейших методик, это метод ТРОЗИ. Значит, сокращение это Transvert Optimize Spectroscopy. То есть, это как бы спектроскопия, оптимизированная по поперечной релаксации, вот этой вот самой в области XY. Значит, ну, на чём это всё основано? Если мы возьмём просто спектр HSCQC, корреляции N15H, у нас будет некий вот этот вот сигнал один, ну, достаточно широкий. Мы можем сделать такой аналог КОЗИ между, так сказать, ядрами N15H, у которых будет дублет по протонам, дублет по азотам. И когда мы внимательно посмотрим на ширину вот этих четырёх линий, оказывается, они очень разные. И самый узкий, вот этот вот один низкий, значит, внизу справа. Причём, почему он низкий? У него просто как бы друг друга вычитают скорость релаксации диполь-дипольная, а не из тропии химического сдвига. Они зануляют друг друга, и он становится очень узкий. Значит, подход основан на чём? Вот это как выглядит, видите? Вот эти вот широкие, а этот узенький. Значит, подход основан на том, что мы элиминируем вот эти вот три резонанса и накапливаем вместо вот этого среднего вот этот вот крайне правый. А тут ничего не оставляем, но зато он гораздо уже, чем вот этот. Вот, причём вот это всё оптимизировано, оказывается, при достижении магнитных полей там в районе 900 тысяч МГц, то есть в районе одного ГГц. Сейчас это уже стало, так сказать, вполне, ну, есть спектрометр 1,2 ГГц уже, значит, поэтому это вот оптимум фактически достигнут. Ну, вот наша конкретная работа. Это измерено на спектрометре 850 МГц на Тайване нашими коллабораторами, ну, белок, который мы готовили. Значит, 50 килодальтон, полностью детерированный. И вот видите, какое количество, так сказать, кросс-пиков с этим удалось, так сказать, поработать и сделать отнесение. А вот спектр, про который я говорил, что вот мы сейчас вот его делаем, вот конкретно в эти самые минуты и дни, значит, это 116 килодальтон, это перфосфатаза из микобактериум туберкулёзис, гексомер, значит, абсолютно одинаковая субъединица по 20 килодальтон, поэтому не так много здесь кросс-пиков, они просто одинаковые. Но молекулярная масса 116, она никуда от этого не денешь, значит, полностью детерированные. И на спектрометре 700 МГц, это в Казани, так сказать, мы записали. Великолепные, так сказать, спектры, трёхмерные эксперименты замечательные, вот сейчас вот делаем отнесение. Так что, в общем, это вполне оказывается возможным. Значит, одна из первых работ в этом ряду была работа Льюиса Кэй, это начало 2000-х, если не ошибаюсь. Это где-то 80-килодальтонный белок, ну это мономер, но вот такой довольно сложный. Видите, какой сложный, но очень хорошо разрешённый спектр трози. Удалось сделать полностью отнесение, потом структуру с помощью, так сказать, ямор посчитали. Вот, а тот же Льюис Кэй уж совсем недавно, это где-то какой год-то, 2007-й, ну хотя не недавно, уже 12 лет прошло, значит, сделали спектры протеосомы, это мегадальтонный объект. Значит, при том, что они полностью его детерировали и ввели в специальное положение вот этих CH3 изолицинов-лицинов, вот эти C13H-остатки, и записали спектр трозии вот этих вот на C13H. Они оказываются очень узкие даже для очень больших белков. Значит, там основная проблема была, как это всё отнести. Сделали совершенно фантастическую работу, титаническую, они просто последовательно, вот записали сначала этот спектр, а потом последовательно мутировали каждый из изолицинов-лицинов, вот этой протеосомы, на что-нибудь там, не CH3, ну, например, там, или аланин, что ли, ну, у которого нет вот этих вот резонансов. Значит, и таким образом в каждом новом мутанте вот этом пропадал какой-то из этих кросс-пиков. И так последовательно, так сказать, синтезируя, там, не знаю, 50 разных мутантов, они нашли отнесение каждого из этих резонансов. Но эти каждые резонансы теперь окружают как бы весь кор вот этой протеосомы, и дальше они сейчас делают работу по изучению функциональному, так сказать, изучению, с мониторингом вот этих вот состояния этих резонансов, значит, состояние протеосомы. И, собственно говоря, с помощью этих работ уже найден препарат, который является ингибитором этого процесса. Так что, в общем, эта работа действительно полезной оказалась. Вот. Другой подход, который активно начал развивать Иван Бертини, покойный ныне, значит, это методы основаны на детектировании не протонов, как у нас большинство методов основано, а непосредственно ядер C13 и N15. И тогда можно детектировать, ну, например, быстро обменивающиеся и наши, мы их не можем ничего видеть, а здесь это возможно. Интризик ледизода, то есть неупорядоченные, так сказать, белки можно изучать, можно очень крупные изучать белки или промагнитные, у которых, так сказать, какой-то промагнитный ион, который очень сильно уширяет резонансы. Для углеродов и азотов это оказывается эффект не очень серьёзным. И в этом случае, вот тут бы мы видели очень широкий сигнал, а здесь мы видим достаточно узкую линию, и вот эти подходы стали альтернативой. Ну и совсем уж, так сказать, новые методы, которые стали развиваться, вообще говоря, с начала двухтысячных, это методы ЯМР твёрдого тела. Значит, в твёрдом теле вообще нет ограничений на молекулярную массу, потому что там и так всё заморожено, да? Но проблема только в том, как со всем этим разобраться. Вот первая работа Харма Тошкинат в 2002 году сделал первую структуру белка, относительно небольшого, полученной с помощью ЯМР твёрдого тела. Депонирована она в PDB. Значит, с тех пор прошло 10 с небольшим лет, и вот в 2014 году была депонирована структура Адам-Ланге, и вот какие-то фрагменты здесь спектров показаны. Вот такой вот белок. Он, правда, единственное в чём, так сказать, объяснение, что у него много однотипных альфспиралей, их много, и они как бы дублируют друг друга. То есть можно будет, проанализировав один сет данных, дальше просто весь набор получается. Но тем не менее, вот это всё в твёрдом теле, и потенциал метода ЯМР твёрдого тела, он действительно очень большой. Вот, значит, теперь остался ещё один момент, который очень важный. Это время. Время, вот если мы посмотрим, накапливаем 3D-спектр хорошего качества, нам нужно накопить матрицу спектров, ну, например, там 256 на 128. При этом каждый индивидуальный спектр, это тоже ещё 8 накоплений, чтобы сигнал к шуму поднять, и, предположим, каждый вот этот скан, это полторы секунды. Вот если мы сейчас всё это перемножим, у нас 109 часов. Это вот типичный, нормальный, так сказать, трёхмерный спектр, 109 часов. Значит, а если мы, например, захотим 4D или 5D, это всё можно, то даже для простенького такого 4D-спектра, 218 часов, про более крупное уже говорить невозможно. Значит, что-то с этим нужно делать. Вот, ну, тут не будем время тратить на перечисления, сейчас просто покажу, какие подходы. Вот, значит, один из подходов, который мы в нашей работе сейчас активно используем, значит, это эксперименты SOFAST, HMQC и BEST. Значит, это просто импульсные последовательности, оптимизированные для очень быстрого накопления двумерного эксперимента N15H. Значит, вместо, там, условно говоря, 10-30 минут, здесь можно всё это сделать за 5 секунд. Значит, ну, как это сделано сейчас, просто, опять же, времени у нас нет, объяснять, там, селективный импульс, возбуждается только область нашей, там, и так далее. Ну, итог такой, что вот за 5 секунд можно получить вполне приличный спектр двумерный. Для чего это было сделано? Это Бернас Бютчерс из Франции предложил. Значит, он изучал быстрый обмен протонов на дейтерий. Ему вот это вот время, так сказать, то, что я рассказывал, это часы, а он и вы интересовало, что в секундах происходит. И вот для этого как раз разработал подход, который оказался очень перспективным. Если теперь вот эти подходы сочленить с методами 3D стандартами, то оказывается, что HNCO можно за 21 минуту накопить, HNCO CES 27. Вот видите, это всё в пределах получаса, часа, вместо, там, 100-200 часов, которые были. Это один вариант. Другой вариант, значит, когда мы копим стандартный трёхмерный эксперимент, мы копим вот такую матрицу, да, то есть здесь всё варьируем, здесь всё варьируем, и вот пока мы всё это не переберём, мы продолжаем, так сказать, измерение. А зачем нам каждую точку варьировать, там подумал Вагнер из Гарварда, когда можно такую разряженную матрицу, просто взять несколько, так сказать, точек на выбор, причём общее количество их будет меньше, чем здесь, зато мы можем даже разрешение поднять, увеличить там в сторону, так сказать, больших значений. И оказалось, что вот такой подход, это метод развяженных матриц, или там Non-Uniform Sampling, ещё его по-другому называют. Значит, вместо, например, 20 часов, 3 часа, качество абсолютно идентичное, ничем не хуже, 43 часа, 7 часов, 21 часа, 2 часа, 34 минуты. Вот эти подходы, они просто сейчас же встроены в методологию работы спектрометров, и Non-Uniform Sampling практически всегда можно использовать. Значит, третья методика, совершенно альтернативная уже, это как бы вообще, когда можно взять трёхмерный эксперимент и измерить, как образ некий, так сказать, как томограмму всё равно, что. Томограмму как? Когда мы делаем проекции с разных осей, и потом реконструируем этот образ. Так вот, нам достаточно всего несколько таких двумерных экспериментов, которые реконструируют этот образ, сделать, а не копить их вот много-много. И таким образом получить эту реконструкцию. Это Рэй Фримен и Эйвис Купчи, значит, предложили, это наш, в общем-то, бывший соотечественник из Прибалтики, он работает сейчас в фирме Брокер. Значит, 1 час 30 минут, трёхмерный эксперимент великолепного качества. Причём это совершенно другой подход. И уж, наконец, вообще вершина всего этого, Лючей Фридман предложил вообще делать двумерный эксперимент в один скан. Просто, так сказать, вот импульс, и всё, и двумерный эксперимент готов. Значит, каким образом это делается? С помощью мощного градиента по оси Z магнитного поля как бы нарезается на такие полоски, и каждый инкремент двумерного спектра копится на этой, на этой, на этой полоске и так далее. А потом делается сложная реконструкция, математическая реконструкция, и в итоге вот у нас спектр, на который было потрачено 45 минут, а вот это спектр 0,5 секунды. Ну, конечно, тут качество лучше, никто не спорит, но это 0,5 секунды всего, а в общем приблизительно то же самое видно. Значит, а вот так вот, например, выглядит, ну, плохо, конечно, не спорю, но тем не менее это за то же самое 0,14 секунды трёхмерный эксперимент, 3D эксперимент. Значит, конечно, в чём тут минус? Чувствительность. Мы ещё уменьшили, так сказать, чувствительность, потому что мы порезали на вот эти вот слои, и в каждом, так сказать, окошке у нас мало вещества, и, естественно, нужно как-то компенсировать. Но тем не менее в перспективе вот это вот всё начинает развиваться. Последние работы, например, вышли, как использовать методы гиперполяризации, которые увеличивают чувствительность на несколько порядков, сразу в тысячу раз, например, и используют вот эти вот подходы Лючея Фридмана. Вот, ну и уж совсем о перспективе последний слайд покажу. Это то, что сейчас вот ток-ток начинается активно, причём все работы, которые в этой области ведутся, это публикации в Science and Nature, кстати, вот тут сплошняком, по-моему, они и показаны, вот Science, Science, ну и так далее. Значит, методы основаны на чём? Значит, а в основном, конечно, это всё связано с увеличением чувствительности. Это самая главная наша, так сказать, бичка, с которым надо бороться. Так вот, значит, предложено было следующее, что берут наноалмазы с так называемым NV-центром. NV-центр это что такое? Значит, в одной точке вместо атома углерода у нас атом азота, а в соседнем месте, вакантной, нету ничего. И вот эта пара вот этих вот пара электронов азота, она направлена в пустоту, и её можно поляризовать, электроны именно поляризовать спиновым образом с помощью лазера определённого излучения. И поэтому, кстати, вот эти алмазы с дефектами, они видны очень хорошо, так сказать, при флуоресценции и так далее. Так вот, оказывается, можно передать намагничность с поляризованного вот этих вот электронов на соседние ядра. А ядра можно как? Можно подшить сюда, например, молекулы белка, вот на этот вот наноалмаз. И таким образом, так сказать, наблюдать резонансы каскадом таких процессов, как бы возбуждая с помощью лазеров, оптически накачивая пара реализацию электронов, с электронов на ядра, ну и вот эту вот цепочку, так сказать, связав между собой. Вот здесь вот довольно сложный каскад и частоты, и лазерных излучений. И в итоге наблюдать на многие-многие порядки, более чувствительно всё. И в перспективе вот эта вот понравилась мне картинка, она, конечно, это просто так рисунок, но тем не менее, как в будущем на основе вот этих вот наноалмазов, так сказать, с НВ-центрами, типа томографа в клетке, значит, плавает, и структуру молекулы как томограмму, так сказать, изучает. Ну, в общем, это, конечно, пока просто иллюстрация такая, просто фантастическая. Ну, в общем, скорость, с которой вот это всё меняется, на самом деле, не исключено, что приведёт к тому, что это будет реальностью, там, условно, лет через 50, там, 40. Таким образом, что мы имеем? Значит, всё у нас началось в 46-м году, первая регистрация сигнала EMR в жидкости. Сейчас вот, ну, опять же, так сказать, уже надо десяток добавить лет. Ну, вот первый спектрометр на гигагерц был в 2009 году, сейчас 1,2 ГГц, значит, и вот всего-навсего за полвека, вот видите, какой, так сказать, прогресс. Это по скорости прогресса этот метод, пожалуй, аналогов не имеет. Ну, вот, собственно, на этом я и закончу. Если какие-то вопросы есть... Продолжение следует...